О костях, строении человеческого тела и необходимости учиться день и ночь, чтобы стать хорошими врачами. Выбравших медицину своей судьбой, сегодня встречают в медицинском центре. Десятиклассники шестой гимназии консультируются у опытных специалистов. Я определился, я хочу пойти на медика. Хочу стать, ну, как бы еще не совсем определился, но хочу быть хирургом, теряя патологоанатом. Неинтересно. Хирургом, ну, потому что спасаешь людей, лечишь их, порезаешь что-то. А патологоанатом, потому что интересная исследовательская деятельность, интересно, можно увидеть то, как жил человек и видеть, чем он занимался. Это даже лучше, чем психолог, например. Психолог разговаривает, а тут можешь по органам понять, курил он, пил, что употреблял в еду, ну, в общем-то, чем он жил. Терапевт, гинеколог, окулист, педиатр рассказывают школьникам о своем пути в медицине, о том, как проходит обучение и какие специализации наиболее востребованы сейчас. И о кадровом дефиците врачей в городе. Стоматолог отлично. Детский ортопед выбирайте. Нужен и ортодонт. Очень надо. Серьезно, нету. В городе нету. Детям помочь не можем. Все более популярной становится профессия семейного врача. Сама Яна Викторовна – ведущий терапевт центра, физиотерапевт, лазеролог. Закончила медицинский университет имени Пирогова. При нем же проходила интернатуру. Никто не боится крови? Точно никто, да? Я тоже думала, что я не боюсь, да. Я даже умерших вот как-то не боялась. А вот крови оказалось немножечко так. Вот. И судьба такой мне случай подвернула, да. У человека прободение язвы было в желудке. И у нас прямо в кабинете вылилось 2,5-2,700 литра крови. И вот пока я ее не собрала, весь страх не прошел. А потом все как по маслу. Но будущих докторов не напугать. Ребята, решившие посвятить себя сестринскому делу, уже ушли из школы после 9 класса в медицинские колледжи. Остальные нацелены на помощь пациентам в качестве врачей. Главное, чтобы спустя годы задор не угас. По статистике, только 20% выпускников медицинских вузов остаются работать в профессии. Мне интересно все. Я даже не знаю, детская ли это будет медицина или общая медицина, как говорят терапевтии. Я практически ушла после 9 класса на сестринское дело. В последний момент решила, что пойду сразу в институт. Боялась, что просто не смогу поступить. Но все усилия направлены на это. И желание огромное. Не все в семье за. Далеко не все. Говорят, что тяжело. Есть много всего другого, что тебе больше подойдет. Но мама меня поддерживает. Она мне помогает. И я ей за это благодарна. Да, конечно. Очень полезно. Именно, наверное, в 10 классе. Ну, вообще, надо раньше даже. Класс из 9 надо начинать профориентационную работу. Ну, а в общем-то, в школах мы ведем работу. Но такие выходы на предприятия, в медицинские учреждения, они, конечно, очень важны. Может быть, даже те ребята, которые, ну, и решили для себя что-то, но они все-таки находятся пока еще в поиске. Они еще не могут точно сказать, что им надо, куда они хотят пойти. И поэтому, конечно, вот такие выходы, вот такие беседы со специалистами, они очень важны. И, наверное, помогают все-таки выбрать ту профессию, которая, в общем, по жизни будет с ними вместе шагать. В тот же день тонкости работы здравоохранения смогли узнать и оценить и ученики восьмых классов первой школы. Встречи со школьниками по профориентации проходят в Ивантеевке традиционно в преддверии Дня труда.